Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал про еду. Сегодня мы будем делать пончики классические с сахарной глазурью. Будем делать мой по рецепту из книжки рецептов Redmond. Это вообще никакая не реклама, просто я его здесь нашла. И у меня есть специальная форма. Нам понадобится мука, сахарная пудра, молоко, сливочное масло, разрыхлитель, яйцо, щепотка соли. Ну, по рецепту все. Сахарную глазурь я сделаю сама. Еще на всякий случай я купила сахарную глазурь готовую. И посыпка для украшений. Хотя это не обязательно. Я буду выпекать в специальной форме для пончиков. Но для эксперимента пожарю еще на сковородке, потому что не у всех есть мультипекарь. Для рецепта нам понадобится мука, растопленное сливочное масло, сахарная пудра, молоко, разрыхлитель, яйцо, соль. Глазурь я буду делать из сахарной пудры и воды. И посыпка для украшения. Значит, смешиваем все ингредиенты. Сухие сначала. В муку добавляю разрыхлитель. Добавляю примерно 3 грамма соли. Сахарная пудра, сливочное масло, молоко. Немножко сейчас перемешаем. Потом будем миксером. И яйцо. Ну что, у нас все достаточно перемешалось. Теперь нам нужно дождаться, когда загорится зеленый огонек. Значит, плита будет горячая. Вернее панели будут горячие. У нас уже разогрелась. Тепленькая. Тепленькая, да. Аккуратно выложить. Мне интересно, как такое плотное тесто можно выложить аккуратно. Вопрос. Вопрос на засыпку. Это что-то трудно решает. Нет. Это аккуратно? Какой считаете? Так, попробуем два, потому что что-то я не уверена в их аккуратности. Первая наша партия. Выясняется, что как раз сюда помещается одна чайная ложка. Все. Встретимся, когда все выпечем. А пока ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Я решила попробовать пожарить на сковородке, ведь не у всех есть мультипекарь. Я буквально одну штучку попробую. Масло помажем растительным маслом. Масло помажем. Руки помажем растительным маслом. И возьмем немножко теста. Сформируем лепешечку. Ну что, ждем. Может быть их в духовке можно запекать. В духовке, наверное, в форме можно запекать. Да. Вообще развалилась. Но жарить не вариант. Да. Уже достаточно много пончиков у нас готово. Поэтому готовим глазурь. По инструкции ее нужно было просто в теплой воде подержать. Я подержала. Она стала мягкой. Выльем ее сейчас в формочку. И попробуем сделать несколько пончиков. Попробуем эти кончики окунуть. Не знаю, как бы это не сделать вместе с руками. Моленый. Моленый. Тихо. Прямо много на них. Субтитры подогнал «Симон» Так, ну что? Украсим. Ага. Посыпать-то сразу надо. А реально она так быстро застывает, эта сахарная глазурь, что посыпать надо было сразу. Ну всё, имейте в виду. А это вообще уже загустело. Берём сахарную пудру, просеиваем. Я много делать не буду, у меня совсем немножко осталось пончиков. И тесто тоже почти не осталось. Поэтому беру одну столовую ложку, чтобы не было комков, не было сахара. Всё просеяли. Добавляем сок лимона, буквально пол чайной ложечки. Ставим рядом с собой кружку с кипяченой водой. И добавляем буквально по три капли. Добавляем воды, перемешиваем. Если мало, добавляем ещё три капли. Перемешиваем. Мало, ещё три капли добавляем. Перемешиваем. Всё, достаточно. Теперь надо всё тщательно перемешать. Консистенцию проверяем, чтобы она текла. Текла, но не сильно. Чтобы не стекало всё у нас с пончиком. Вот и всё, глазурь готова. Можно добавить красители в неё. И она, так же, будет цветной. Вот такой вот простой, незамысловатый рецепт глазури. Ну что? Попробуем. Глазурь не покупную. Она по консистенции точно такая же, как и розовая, только белая. Мы её сейчас сразу будем посыпать. Да? Научные горькие могут, чтобы она быстро засыхает. Ну что, это тот почек, который мы жарили на сковородке. Попробуем его тоже глазурью как-то покрыть. Да? Ну, это сразу, сразу понятно, что это совсем не пончик. Это блинчик. Выглядит он так себе. На вкус он, конечно, будет такой же. Но на вид... Не очень. Я прямо скажу. Тесто, в общем, не подходит для того, чтобы жарить на сковородке. Нужно, конечно, выпекать. Или в формах специальных, или в мультипехере. Не хватило мне глазури, поэтому я сделала ещё две столовые ложки. Сейчас мы их быстренько покроем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Опять не хватило мне глазури. Я решила ещё одну столовую ложку российского производства. Гелевый краситель зелёного цвета. Ну, сейчас покажу, что получится. Ну, вот, уже не так и скучно, правда? Ну, всё, все пончики готовы. Разноцветная глазурь, посыпка. Выводы делаем. Во-первых, жарить это просто некрасиво. Во-вторых, нельзя медлить. Нужно сразу посыпать посыпкой, иначе она не будет прилипать. Просто засыхает глазурь моментально. И в-четвёртых, выпекать нужно не меньше 7 минут, иначе они становятся очень хрупкие и прямо разваливаются в руках. То есть сверху корочка схватывается, и всё. Ну, что, попробуем? Попробуешь? Давай, выдрай. Какой? Ну, какой хочешь. Ну, как? Вкусно. А что, я тоже попробую? Вкусно. Вот это солоноватое тесто и очень сладкая глазурь. Идеальное сочетание. И я думаю, что вот такие мини-пончики замечательно на детский сладкий стол подойдут. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки. Оставляйте комментарии, чтобы вы изменили в этом рецепте. Может быть, есть какие-то рекомендации. Может быть, у вас есть свой рецепт глазури. Буду читать все комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok